Всем привет, это канал Science Daily, новости науки и космоса. Компания Boeing планирует построить и испытать полноразмерный авиалайнер с расчаленным крылом. Авиалайнер такой конструкции имеет длинные тонкие крылья на распорах для увеличения подъемной силы, снижения лобового сопротивления и экономии топлива более чем на 30%. Более длинное тонкое крыло с высоким соотношением сторон подвешивается к верхней части фюзеляжа и укрепляется длинными фермами, идущими от днища самолета. Есть несколько разрабатываемых сейчас компанией Boeing конфигураций. Одна из конфигураций предусматривает складные крылья суммарной шириной 51 метр. Первоначально предполагалось, что самолет будет летать на дозвуковых скоростях около 850 км в час. Цифровое моделирование показало, что дозвуковой концепт будет сжигать на 50% меньше топлива, чем классический авиалайнер той же грузоподъемности. В 2019 году концепт был переработан для полета на трансзвуковой скорости около 980 км в час. Boeing и NASA уже провели несколько испытаний самолета в аэродинамической трубе. Была разработана легковесная конструкция крыла, благодаря которой предполагается снизить не только расход топлива, но также уровень производимого самолетом шума. После успешных испытаний в аэродинамической трубе, NASA выделила компании Boeing финансирование в размере 425 миллионов долларов США, чтобы действительно построить полномасштабную модель самолета и провести его первые летные испытания, которые планируется завершить к концу 2020-х годов. Если все пойдет по плану, то подобные самолеты с расчаленным крылом поступят в эксплуатацию в 2030-х годах. Конечно, до начала эксплуатации разработчикам придется преодолеть ряд трудностей. Во-первых, сверхдлинные крылья могут просто не вписаться в существующие терминалы или ангары аэропортов. Кроме того, на стандартных авиалайнерах топливные баки располагаются в крыльях, что освобождает место в салоне для дополнительных сидений, приносящих прибыль. В ферменной конструкции будут такие тонкие крылья, что топливные баки, скорее всего, придется убрать в фюзеляж. С другой стороны, Боинг утверждает, что такие высокорасположенные крылья в конечном итоге могут вместить передовые силовые установки, которые ограничены недостатком пространства под крыльями современных самолетов. Что ж, поживем-увидим, как будут дальше развиваться события. А вы не забудьте пока подписаться на канал Science Daily.